Привет, я Кадана, твой персональный маркетолог. Сегодня я поговорю о том, почему у вас не получается качественно и быстро продвигать свой ТикТок. Ну, во-первых, скорее всего, у вас нет плана, то есть вы не знаете, к чему вы стремитесь. Если у вас в голове засела мысль «я хочу 1 миллион подписчиков», у вас совершенно, скорее всего, нет пошаговых действий, как вы этого добьёте. Меня удивляет то, что никто из вас не пользуется самым простым способом для того, чтобы стать популярным в ТикТок. Каждый из вас почему-то пытается придумать заново велосипед. Это говорится о том, что у вас есть какая-то ниша, вы в ней снимаете видео, но зачем-то вы пытаетесь набить свои шишки и сделать столько ошибок, которые, возможно, вас приведут, а, возможно, не приведут к результату. Зачем, если есть конкретная стандартная формула у людей, которые уже достигли определённого успеха? Если вы её попробуете применить на себе, и если у вас не получится, тогда мы с вами уже поговорим. У каждого из нас в любой нише, в которой мы снимаем, кто-то снимает кулинарный блог, кто-то снимает танцы, юмор и так далее, есть свои конкуренты. И чтобы быть успешным, достаточно посмотреть, послушать или прочитать биографию людей, которые в вашей нише уже стали популярными, посмотреть ролики, которые они снимают, посмотреть хэштеги. То есть за вас уже пройден некий путь, и он уже успешен. То есть всё, что вам нужно сделать, это применить формулу успешного человека, пускай он будет вашим конкурентом на себе. Вот сколько бы я не смотрела марафонов по прокачке ТикТока, там есть одна всегда главная задача — это проанализировать своих конкурентов. Естественно, на начальном этапе вы не сможете, допустим, снимать лучшее видео или успевать заходить в тренды, но вы можете просто взять их опыт и использовать его для себя. Знаете, что если вы сейчас не популярны в ТикТоке, но это ваша основная задача, перейдите к конкурентам, посмотрите их фишки, переймите их опыт, посмотрите, как они снимают, как они монтируют, как они отвечают на комментарии. Я просто хочу сказать, что это абсолютно стандартный анализ конкурентов вообще в любой нише маркетинга. Я когда прихожу тестировать какой-нибудь профиль новый для меня, первое, что я делаю, я захожу к конкурентам и смотрю, что делают они. И потом на фоне всех этих знаний я делаю так, что человек выигрышно выглядит на всех позициях, исключая негативный опыт, например, тех же конкурентов. То есть по факту возьмите профиль, который вам нравится, который уже успешен, который прошёл часть своего пути самостоятельно. Посмотрите, как человек снимает, посмотрите, как он с аудиторией сотрудничает, чем он занимается, что он продаёт и так далее. Возьмите просто его опыт и перенесите на себя. Спасибо.